Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня 1 августа, стартанула новая торговая лавка. Добавлены новые интересные товары, можем потратить свои торговые жетоны и, конечно же, можем накопить их. И вдобавок к накоплению торговых жетонов, мы получаем еще и с этих в конце, в тот момент, когда мы полностью заполним эту полоску, которую можем заполнять вообще хоть целый месяц. Но на самом деле это все можно сделать легко за 2 часа. Уверен, видос будет полезен тем людям, которые хотят быстренько с этим закончить. Возможно, у кого-то подписка кончается в скором времени. Ну и также видосик будет полезен тем людям, которые, например, придут там 25-го, 27-го августа и просто захотят быстро сделать торговую лавку, не особо напрягаясь. Давайте начнем, пройдемся по тем пунктам, которые я сделал для того, чтобы получить награду. Ну и подскажу различные альтернативы, само собой. Само собой, перед тем, как рассуждать об этих строках, стоит вообще сет показать, который мы вылутываем. Он идеально лежит на Хумане. Идеально, конечно же, в кавычках. Ну, думаю, на других расах поинтереснее. Может быть, там с какой-нибудь гербою накидкой еще круче будет, с какой-нибудь пушечкой. Уверен, кто-нибудь что-нибудь придумает. Или отдельно будет накидывать какой-то облик трансмагрификации этих вещей на своего персонажа. Шапка прикольная, довольно-таки. Перчаточки, ну, тоже интересные. Окей, теперь рассуждаем касательно полосок. Пройдите один портал времени. Новое событие, которое стартануло в 0.10.1.5, находится в Тальдразусе. Проходим и кайфуем. Убиваем там ластового босса, вылутываем какой-нибудь ништячок. А находится оно для тех, кто не в курсе, вот тут вот. Каждый час стартует, да, ровно в 0.00 минут. Едем дальше. Покажите Соридорме эмоцию отшатнуться. Центральный моб, который находится там же. Прописываем эмоцию, получаем поинты. Легко и просто. Найдите ящик коллапсировавшей реальности. В тот момент, когда мы запускаем события, этот портал времени, сверху на первой фазе появляется полоса энергии. 7500 нужно собрать. Получаем эпический ящик, и это именно и есть эпический ящик. Далее. Помогите Брюле победить в улиточных бегах. Там много разных улиток. Три или четыре, не помню точно. И помогая каждой, мы получаем поинты. Делается это раз в неделю. Поймайте необычного боевого питомца. Кстати, я сделал это, по-моему, не в пещере Заролек, и мне в итоге засчиталось. Ловим питомца зеленого качества, и все. То есть легко и просто. Победите босса вне подземелья на Драконьих Островах. Любой ворлдбосс. Абсолютно. Базрикрон, конечно, полегче, потому что это все-таки по старту деф, а у него хп меньше, и в целом убивается проще. Победите Азмерлот. В тот момент, когда мы стартуем Портал Времени, там разные альтернативные реальности. Азмерлот одна из них. Это там, где осада храма Драконьего Покоя, там, где в самом центре сидит Гулдан в форме Мурлока. Каждые 7 часов пропрокивает то же самое событие, они цикличны. И конкретно Азмерлот будет сегодня, 1 августа, в 20 часов по московскому времени. Подтаймите, посчитайте на будущее и закройте. Это, ну, легко подтаймить в целом. Добейтесь того, чтобы вас превозносили Равицы или Алдоры. На воине у меня прокачано превознесение с Алдорами. Зашел и вылакал поинты. Пвп-лакалочка, любая абсолютно, включаем вармод, идем и делаем. Выполните одно ежедневное здание в детском саду для драконят. Новый контент, который был введен в обновлении 10.1.5, тут он находится, абсолютно любой дейлик. Также оно многоярусное, это поручение, там 5 нужно сделать, получим еще дополнительные поинты. Ну, мне вот одного хватило. Далее, изготовьте гребень пламени тьмы. Три штуки делаем и готово. Просто объединяем фрагменты, которые у нас заранее имеются. Что дальше? Произведите сюжетную цепочку заданий в детском саду для драконят. У меня это было сделано заранее. Вы, конечно, тоже делайте это, стремитесь к этому, потому что там питомцы дают в конце. Появите 25 рейдовых боссов. Я чищу накс активно на текущий момент времени ради ролла болванок Т3. Видос по Т3, по вообще его сбору есть на ютуб канале. Полный гайд по сбору Т3 называется видосик. Кину в описание его, чтобы вам было удобнее. Я зачистил накс двумя персами и нереально кайфанул на готике и на килтузаде. Нереальный кайф испытываю. И все, в целом мне этого хватило с целью того, чтобы просто-напросто закрыть торговую лавку. Какие же альтернативы я могу предложить вам? Давайте посмотрим. Начнем листать с самого верха. Я просто скажу, можно, не можно делать, долго, недолго. Ключи. Если ходите, отлично. Я ключи перестал ходить, потому что полностью наполняется рейдовая пахальная полоса. И в целом лут отсюда, конечно, вкуснее. Поэтому для меня ключи не особо полезны. И ключами я наполнять не буду. Но вы, конечно, можете ключами наполнить торговую лавку. Выполните задания. Задания на профу, локалки. Любые квесты засчитываются. Поэтому это в целом легкое поручение. Его стоит сделать. Заказаны предметы. Можем как в чатике, да, для кого-то что-то делать. Можем и стринка на мейн накинуть. Да, процесс такой же. Заработайте очки чести. Пвпшите. Окей, хорошо, четко. Получите, значит. Одержите победу в 15-битовых питомцах. Можно белок первого уровня долбить в Штормграде. Выигрывать их. И делается это за один клик. Если у вас есть питомец 25-го уровня. В целом, легко. Победы, наверное, тяжко будет в какой-то промежуток времени. Рейдовые боссы ДФ. Ну, смотря рейдите или не рейдите. Боссы в донжах. Опять же, ходите, не ходите. Там качаете тенков, не качаете. Локалки. Легкая штука. Получить тринку. Ну, кому-то, может быть, сложно будет. Получите 4000 репутации. Это все легко. Можно баджики какие-нибудь поюзать. На нифов, например. Там, на другие фракции. Завтра среда. Нужно будет опять делать квест на 1500 репы у нифов ради половинки искорки. Пять порталов времени. Если активно репу качаете в Соридорме, то, конечно, вы закроете эти пять порталов. Вообще без проблем. В детском саду для драконят. Постепенно для ачивки, конечно, делаем эти дейлики. Можно поделать их чуточку больше. Можно поделать повторные какие-нибудь дейлики. Еженедельные задания по сбору ресурсов. Если профу качаем, то, само собой, сделаются, да, эти виклики. Я сделал их заранее, еще в среду или в четверг. Получить драконие камни. Активно играем, вылутываем их. Только не забывайте их тратить. Благо, на текущий момент есть на что тратить. Да, на шмотки для твинков в пещере Зараляк. Двери с керрских хранилищ. Ключи можно покупать за припасы драконих островов. Поэтому, в целом, ключи собрать легко. И двери, ну, зашли, открыли. Можно даже не вылутывать содержимое этих дверей. Сундучки эти. Вот помощь улиткам. Делаем, конечно же. Если есть возможность. Далее, наверное, уже что-то будут. Какие-то события. События мы рассматривать особо не будем. Но все же кубок Калимдора нужно будет делать. Он будет проходить во вторую половину августа. И, да, будем делать его. Буду летать по Калимдору на стриме. Буду кайфовать делать эти гонки. И вы тоже будете делать. Потому что он дает великий подвиг. Который, конечно же, все захотят сделать. Как-то так. Уверен, информация будет вам полезна, когда вы начнете делать торговую лавку. И вы сделаете ее очень быстро. У меня же на это ушло где-то полтора часа, час сорок пять. Ну, то есть, немного времени я потратил на сбор сайта. На получение всех наград торговой лавки. На этом все. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует.